И вот уже прошло долгое время с момента начала розыгрыша на 1 Royal Pass 19 сезона, и вот он наш победитель. Чтобы в этом убедиться, вы в принципе можете сами ему написать. Здарова, народ, и в этом видео мы с вами поговорим о достижении Коммандос, ну или достижении Путь Коммандос. Потому что в принципе разницы нету, Путь Коммандос это обычные маленькие достижения, которые вы выполните вот таким вот образом, сыграя несколько раз. Ну а Коммандос это огромное достижение в 50 побед, в соло, без брони, без шлема и рюкзака. Ну я хочу вам рассказать, показать как это быстро делается, какие лайфхаки можно вообще придумать, и что вообще можно сделать, чтобы довольно быстро выполнить это достижение, ну и без проблем, как говорится. У меня сделано 2 побед, сделал это я за каток 6, потому что в принципе играть было не так уж тяжело, но я думаю то, что 2 победы и 6 это хороший результат. Итак, больше не задерживаю, погнали сразу же в катку на ливик, ну и будем рассматривать все это дело на личном моем примере. Итак, ребят, хочу сказать сразу, что на самом деле достижение очень тяжелое, да и в принципе возможно все у вас нервы уйдут на это достижение. Но опять же оно в принципе того стоит, потому что оно дает очень много очков достижений, ну а также там в принципе есть титул Коммандос, почему бы и нет. Довольно редкий титул, потому что в соло играть обычно никто не любит, ну во-первых это скучно. Как вы сами понимаете, у меня всего лишь 2 победы, потому что на больше чем 6 матчей за сезон у меня не хватило. Это на самом деле тяжело, чисто морально для меня, потому что это очень скучно, лежать на одном месте практически, ну и в общем-то как-то вот так вот. Но по-другому это достижение и не выполняется, потому что это самый легкий способ, но если вы будете пытаться делать это в другом месте, то у вас конечно же могут возникнуть более большие проблемы, в том числе очень хорошие игроки, которые будут вас постоянно убивать. Итак, самое главное, мы должны отключить автоподбор. Заходим в подбор, здесь отключаем автоподбор, готово. Дальше нам нужно прыгать на какие-нибудь кимпы, вообще без разницы в принципе, главное, чтобы нас там не нашли. И желательно, чтобы это был центр зоны. Ну в моем случае это где-то вот так вот, ну я обычно советую прыгать вот именно на эти кимпы, хотя возможно после этого видео туда будут прыгать чуть-чуть больше народу, но мне кажется то, что многие просто не пойдут выполнять это достижение, потому что как бы это на самом деле не так уж и просто. Ну и к тому же хочу сказать то, что для этого достижения нужно иметь ранг платина, то есть вы должны играть на платине пятой как минимум, чтобы выполнить это достижение. Это еще один огроменный минус, потому что на самом деле это очень-очень тяжело. Так, там у нас падают люди. Главное случайно не подобрать бронежилет, ну или еще что-то того. Поэтому нужно ходить прям очень аккуратно и надеюсь у нас ничего не забагуется и не подберется случайным образом какой-нибудь броник или рюкзак. Ой-ой-ой, заманчиво, заманчиво. Что нам нужно для победы? В принципе вы можете полутаться, найти себе тупэмку, тройку, обвесы туда. Но опять же вы можете в принципе идти воевать так же, ну хотя вас скорее всего просто убьют. Но самое лучшее просто остаться вы в этих же кемпах, тут в принципе есть вот такие вот штучки. Это у нас крыши, ну и в принципе вы можете лечь вот таким вот образом, ну и конечно же вас тут будет не видно. Ну почти. Ну по крайней мере от врага, который будет проходить, вы спрячетесь. Если конечно двигаться не будете. Также если вам не хватает лута, вы в принципе можете пойти полутаться, но опять же говорю то, что это чревато и возможно туда прыгнул человек. Ну и скорее всего он вас просто убьет, потому что у него будет броня. Хочу заметить то, что я показывал вам это на броди, то есть игроков здесь немножко меньше. Поэтому если что берите на заметку, это просто показательный матч, это не значит, что вам будет так же просто, если вдруг я тут выиграю. Ну или наоборот умру. Другого оружия нам давать не хотят, ну вот берил. В принципе тоже можно. Также самое важное это то, что у вас вряд ли получится делать все с первого раза, потому что не подбирать рюкзак там, броник или шлем, это уже как привычка, поэтому вы будете все это дело подбирать случайным образом, ну и таким образом просто будете руинить тебе катки. Ну в принципе можно просто выйти. Иногда все равно нужно сливать ранг, так как все-таки подбор усиливается за счет ранга, поэтому если вы сливаетесь до платины пятой все время с платиной четвертой, то будет вообще неплохо. Вот сейчас чуть броник не подобрал, страшно было. Ну и в принципе все, ждем свой момент. Самое важное это то, что здесь решает всю зону, но то есть даже если вы можете играть хорошо, бьете тут 20 человек, то в конце вам просто в голову может попасть какой-нибудь человек, который просто тоже всю катку сидел в кустах, ну и в общем вот так вот для вас все быстро закончится. Опять же игрокам, которые плохо играют, это все дается тяжелее, а игрокам, которые играют уже несколько лет, в принципе это очень просто. Хотя опять же никто не любит играть соло, я повторюсь, потому что это очень скучно, нудно, ну и как бы вот так вот сидеть, наверное, никому не хочется. Кстати, что самое странное, то что ко мне не пришли боты, то есть обычные ко мне приходят боты, это я играл на платине, так обычно было, но сейчас почему-то их нету, и тут они вообще в принципе не стреляются. Это немного странно, но игроков в принципе еще 30, зона еще только начинает идти. Ливик это карта на 15 минут, то есть в принципе за 15 минут вы можете сделать одну победу, и будет прям очень круто. Поэтому и плюс Ливика то, что это самая быстрая карта, даже тот же Каракен длится минут 20, а то и больше. Ну и в принципе на Каракене играют очень сильные игроки, поэтому как бы играть я там не советую. Сам играл и много раз умирал у чуваков, у которых там КД 5, 6, бывает даже и 7. Ну и другие карты не обсуждаются, потому что там в принципе катки длятся еще дольше, поэтому зачем вам играть катки дольше, если можно сыграть быструю катку, где меньше людей, ну и где больше шанс на победу. Хотя вы можете попробовать, но я не думаю то, что у вас что-то получится. Так, зона идет в принципе, я и говорю то, что вот эти кимпы, они довольно неплохие, потому что зона обычно сужается именно в эту сторону, ну по крайней мере чаще всего. Поэтому у вас больше шанса оказаться очень близко к зоне, поэтому советую прыгать где-то на эти кимпы. Можно даже, например, на эти, на эти, на эти какие-нибудь. Главное, чтобы это было по центру карты, но ни в коем случае не прыгайте вот сюда, потому что это очень местные кимпы. Сюда съезжаются все люди, которые пришли вот отсюда сверху. Это проверено, доказано, и все туда ходят, это 100%. Поэтому берегите себя, ну и сидите просто в домах. Это было близко. Офигеть, вы просто смотрите. Бот пришел, первый бот, и вы просто видели, как он зажимал, да? Так, я даже ящик не буду открывать, потому что мне страшно. Самый оптимальный набор, это иметь хотя бы одну аптечку, желательно иметь тупэмку, там хотя бы к ней патрон 100, обвесы. Но, к сожалению, у нас не удалось этого найти. Также не забывайте про парочку энергетиков. Это тоже очень важная штука. Так, уже 19 игроков, один из них мы. Пока что живем. Забираем игрока. Не, ну как бы, а что он сюда пошел? Нас искать. Ну, кстати, он был бронированный, прямо у него третий шлем был, возможно, дроп золотал. Но трогать, наверное, мы его тоже не будем, потому что, во-первых, у нас нету места, но, во-вторых, я не хочу случайным образом что-то поднять, потому что самое опасное, это золотать труп. Мало ли, в трупе вы начнете нажимать на что-нибудь, ну и случайно опять что-то подберется, в общем, как обычно, такое зачастую бывает. Нифига себе, челик опасный попался. Блин, там еще челик, да сколько можно, ребята, вы чё? Конечно, не думал то, что сюда пойдут так много народу. Так, вот опять то, что я говорил, зона уже в нашу сторону, это уже хорошо, хотя, в принципе, наверное, следующая зона уже будет не на нас, поэтому нам придется выдвигаться. Не хватает места. Ну да, спасибо. Так, вообще, я хочу взять эмку. Да. Вот так вот. Если вы будете лутать трупы, то вас может настигнуть такая же участь. Ну и, в принципе, почему-то все стянулись именно сюда. Это чисто невезение. Ну и, в принципе, такая зона. Причем, кстати, мы были в зоне бы, если бы она сузилась бы. Ну, в общем, как-то вот так вот все это делается. Конечно, не получилось сделать все это с первого раза, потому что, опять же, с первого раза фиг у кого получится. Но, в принципе, за 10 каток делать по 2 победы, это как бы круто. За сезон можно так отыграть каток 100, сделать около 10 побед, ну и почему бы нет. В общем, примерно вот таким вот образом все это дело выполняется. Я, конечно, давным-давно делал по этому поводу видос, когда я сам это делал. Причем наглядно показал, как я сделал одну победу, хотя это было прям очень тяжело и потно, но у меня все-таки получилось. Но, опять же, все эти катки не очень тяжелые, и они именно для лежунов. То есть, чтобы вам выиграть, вам нужно просто тупо лежать на месте. Ну, в общем, как обычно, по стандарту классики, как говорится, стратегия крысы, но вы не крыса, вы тактик. Запомните это. На этом вроде бы все. Не болейте. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк. Подпишитесь, если вдруг этого еще не сделали. Ну и напишите в комментариях, была ли вам эта информация хотя бы капельку полезной. Пока.